Чистый воздух, купание в Волге, прогулки по еловому лесу и вечерние беседы у мангала. За путевками на турбазу предприятия сотрудники Самарского метрополитена выстраиваются еще весной. Никаких, говорят, за границ не надо. Я уже езжу сюда лет 12, если не больше. Короче, уже наши дети выросли, уже внуки ездят. Да мы все друг друга знаем же. У нас метро не пройдешь, не поздороваешься, если ни с кем. Все нравится. И воздух здесь другой. Вообще природа другая. Вот в городе, например, дождь был. Мы вчера ездили. Думаем, ну все, на парарайне тоже холодно и сыро. Приезжаем, здесь другая погода. Здесь все тихо, спокойно. А там все тревожно. В небольших уютных домиках есть все, что нужно для жизни. Кровать, холодильник, шкаф для одежды. Готовят еду отдыхающие себе сами. На территории есть кухня и столовая. Удобно. Хватает лиц, все у нас хватает. И все очень хорошо. И все время у нас чистенько. В этом году «Голубой экспресс» начал работать с опозданием на месяц. Из-за недостатка средств на содержание самарский метрополитен хотел отказаться от турбазы. Но сотрудники предприятия не были готовы остаться без любимого отдыха на проране. Вопрос под личный контроль взял глава администрации города Олег Фурсов. Муниципалитет ведет активную работу по восстановлению турбаз муниципальных предприятий, чтобы горожане могли отдыхать и оздоравливаться на своей территории. Общими силами за месяц турбазу «Голубой экспресс» подготовили к сезону. Подремонтировали домики, покрасили лавочки, установили пожарную сигнализацию, провели ревизию электрохозяйства. Все условия для отдыха есть. Конечно же, турбазу нужно развивать. Территория позволяет и собирать здесь еще дополнительно летние каркасные щитовые домики. И спортивные площадки здесь, и детские обязательно нужно, конечно, здесь смонтировать, чтобы они были, чтобы более комфортно людям здесь было. Турбаза «Голубой экспресс» открыта не только для сотрудников Самарского метрополитена, но и для остальных горожан. Причем стоимость путевок для них также не отличается от цены для метростроевцев и сохраняется на уровне прошлого года. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.